МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это клоун Майя. А это жена клоуна Майя. А это сын клоуна Майя и его жены. А это жена сына клоуна Майя и его жены. А это дочка сына клоуна Майя и его жены. А это гусь дочки сына клоуна Майя и его жены. А это собачки, как и гусь, дочки сына клоуна Мая и его жены А это кошка, как и гусь, и собачки, дочки сына клоуна Мая и его жены Я поступал во все театральные училища Но тогда, в то время, это 56-й год, была возможность То есть, вот, сдаешь экзамены сразу, сегодня проходишь первый тур в одном, завтра в другом, второй тур в третьем И я всюду доходил до третьего тура И в Щукинском, и в Щепкинском, и во МХАТе, и во ВГИКе, и в ГИТИСе на актерские факультеты Всюду доходил до третьего тура, говорили, нутро есть, темперамент есть А вот речь, я шепелявил, сиплась в моем голосе, до сих пор осталась Вот, и речевики меня всегда резали Ну, вот, сейчас у вас же нет шепелявости? Шепелявости? Шепелявости нет, это 10 лет работы над речью И как же это вам удалось? Ну, когда я поступил все-таки, через год, я на следующий, в этот год, не попав в театральное учебное заведение, поступил У меня вторая мечта была стать вашим коллегой-журналистом Ну, я стал, у меня закончил ГИТИС театровический факультет со временем Вот, ну, поскольку я стараюсь все серьезно делать, я поступил в Известие, в типографии Известия наборщиком-верстальщиком Пошел Интересно Да, я наборщик-верстальщик очень высокой квалификации Мога год проработал, ну, причем не на ленотипе, а верстал прямо вручную, букву собирал, печатали книги Причем я работал в иностранном цеху Москва Ньюс, Ньюс, Ньюс Лебен, Обрера, испанская газета рабочая, мы верстали Вот, и так вот, в общем, ну, и вдруг я, там, клич все кинули Все, значит, учиться, поскольку, и, значит, в полиграфический институт меня отправлять решили Всех там, ну, мы пошли все сдавать, у вас будут проходные баллы, у вас И действительно, я очень хорошо сдал, как ни странно, учитывая мои, так сказать, школьные, так сказать, подвиги Математику, все прошел, да, вот, на физике сижу В полиграфическом институте на экзамене И мне достался такой билет-глаз, строение глаза Я сейчас помню эту сцену, все, я по шпаргалке списал, все у меня там, все нормально Сижу, я думаю, зачем мне этот глаз? Зачем мне эта полиграфия? Когда я всю свою, так сказать, юность, как себя понял, отдавал театру Встал, положил билет, говорю, извините Да что, что у вас, так все хорошо? Я говорю, нет, я пойду Другим делом заниматься И через месяц я поступил в цирковое училище С трудом, с огромным трудом Клоун май Добрый вечер Добрый вечер! Добрый вечер, здра! Здрасте! 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 Здрасте, здорово! О, здорово! Пришел, молодец! Маленькая, здрасте, большая! Здрасте! 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 Ой-ой-ой! 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 Здорово, ребят! Ой, иди сюда! Ой! Дядя, быстро! Май, а чемоданчики? Бо-бо, момент, ню-ню, ку-ку, марш, домой! Хоп! Евгений Бернардович, а кто же вам придумывает репризы? Вы сами пишете для себя или у вас есть автор, драматург, режиссер? Придумываю, конечно, я сам какие-то вещи, потом автором мы все это обкручиваем. И в конце еще помогают мне в этом животные, с которыми я работаю. У меня собаки, коты, гуси. Вот с собаками у меня это известный очень случай. Вы видели репризу, когда я кормлю сосисками собак. А произошло как? Дома мы сидим, собаки у нас в специальном таком шкафчике, на полочках сидят. Вот дома, ну обычно они в цирке, а тут при переезде они были дома. И вот мы сидим кушаем, вдруг прибегает одна собачка, выбежала оттуда. Я вообще не разрешаю, не сцепринирую, у меня порядок. Села и тяпкнула на задней лапке и попросит. Ну жена, я обычно не разрешаю со стола кормить, это для работы вредно, она дала чего-то. Та убежала за радостное и через секунду тащит всю свору. Ну так это не случайно получилось или как, но так здорово, все сели вот так и все выпрашивают тоже. Вот, ну вся семья наша захохотала, я говорю, ребята, а это номер, это будет хорошее. И вы видели, все это происходит сейчас на арене. С гусем потрясающе получилось. Я в своем время сделал прекрасную пантомиму, пять лет ее работал в Ленинградском цирке, теперь в Санкт-Петербургском. Тогда сделали, это был Ленинградский цирк, в 1984 году мы выпустили спектакль «Пантомиму Каштанга». Я играл там и несколько ролей сразу, там она была интересная, очень сделана. Я играл роль клоуна Майя, который трансформировался в клоуна Жоржа, мистер Жорж, который там в главной роли. И потом я играл этого столяра Луку Дебьяновича. Затем, значит, вот там у меня были коты, кот Федор Тимофеевич, гусь Иван Иванович, и Каштанка была. Вот, и я, вот, реприза с гусем, сцена, когда он умирает, гусь. Я отрепетировал, вот он бежал у меня, потом только хромать начинал. Ну, там я дергал его за веревочкой, он вроде как хромать начинал. Там есть знаменитая фраза, ой, что такое? А, я совсем забыл. Вчера на репетиции тебя ударила лошадь. Включалась лирическая музыка, снег вроде бы шел. Я брал этого гуся, клал его на табуреточку, и он, лапки у него падали, шейка падала, и он отключался. Худсовет, когда собрался, он мне запретил эту сцену делать, дети плачут, жалко гуся. Я говорю, ну, у Чехова-то все это написано, читают, значит, можно делать. Ну, я все-таки потом стал делать, дал, так сказать, фразу в конце «Марья, отнеси в дом». Давал какую-то надежду. Вот, и когда я расстался со спектаклем, эти все репризы, кот, вы видели, работает, значит, гусь, тоже у меня как бы гипноз я стал делать. Вот он не умирает, а засыпает, да, репризы, гипноз, 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 он засыпает, ну и все. А тот кино, которое вы видели с шеи, придумал гусь. Ню-ню, вперед! Внимание! Гипнофт. Внимание! Белый орел. Смотри в глаза. Спать! Спать. Гипноз. Голову, лапы положи. Спать. Спать. Лапы положи. Спать. И то лапы положи. Спать. 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 Голову под подушку. Спать. 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 погладь молодец папа а ахалай Махалай. Махалай. Рррр. Ахалай. Сосисочка. Ах, поросячья. Ой-ой-ой! Ой! Хищник прибежал. Сосиску, ребят, дадим. Не слышу, дадим. На кусочек. Хыш! Исчезни, собака в Аскервилле. Безобразие. Валерий Борисович, собака бегает. Ну что это? Куда контролеры смотрите, а? Ручки сложил. Ой-ой-ой! Родственников привел, а? Один, второй, третий, четвертый, пятый. Окружают. Ну что, ребят, один. Дадим? Это тебе, лохматый. Это тебе, косматый. Это тебе, прыгатый. А это, это мне. Какой? Чего? Сам пузатый. А я полосатый. И это тебе. Дадим? Добрый, чужим распоряжаться. Тебе. 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 Менем. Кыш, 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 кыш. О-о-о-о. Все. Больше нет. Не верю. Ну хорошо, лезь в карман, проверяй. Видишь, ничего нет. Кыш! Барбос Волкодавович. О-о-о! О-о-о! Музыка Музыка Главное, я считаю, качество любого клоуна, у него могут быть проблемы, серьезные, несерьезные, это, конечно, злым клоун быть не должен. Он должен быть обязательно добрым. И в жизни тоже. Потому что это все равно... Я очень требовательный, что касается работы, к ассистентам, к членам своей семьи, к артистам коллектива, программы, когда это мешает работе, мешает зрителям. Воспринимать полностью, стопроцентно спектакль или номер, или мою клоунаду. Вот, я требовательный. Но все равно меня вроде так любят. А вот вы работаете на манеже вместе со своим сыном и вместе со своей супругой. Это вам помогает в работе? Да, конечно. Без них было бы сложнее. То есть вы часть какого-то действия на них перекладываете? А не на меня. А не на вас, да. Какое-то тепло домашнее, понимаете, создается домашнее. Ну, это типично для цирка. Обстановка, когда члены семьи рядом, работают с тобой. И мне оставило большого труда это, конечно, создать, укрепить, не разрушить, чтобы не... Были конфликты, были ссоры. Но, в принципе, сейчас, когда это все остановилось, создавалось, фактически... Папа, мама моя. Папа вот недавно. Маме 81 год она жива, еще в церковом училище преподает. А она в учебной части работает. А раньше преподавал там акробатику. И папа преподавал в церковном училище. Вот. Ну, сейчас вот вся семья вместе. У меня дочь, прекрасная клоунесса, зять, клоун очень интересный. Они сейчас на гастролях в Польше. У них прекрасно, но я понимаю, что они коверными работают, как я в этом же жанре. Они работают с кенгуру. Внук у меня 5 лет. Обалденный. Конечно. Смешно. Мне по телефону дочка звонит и рассказывает все интересные всякие истории, которые происходят с ним. Внучка у меня работает. Вот она молодец, работает с морскими животными. Работает со мной в клоунаде. Репетирует, жонглирует с бабушкой. Сын, жонглер. Партнер мой, клоун. На ходу лихо ходит, жонглирует. Дрясировщик высочайшего класса. Заслуженный артист. Они с Галей, с женой, с невесткой. Ну и все. Мы дружно живем вместе. КОНЕЦ 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 ОТЛЯЦ Галина и Борис Майкровский, заслуженные артисты России! Галина и Борис Майкровский, заслуженные артисты России! Кто вас назвал Клоун Майкровский? Вы сами? Я долго... Ну, вообще, это теория карандаша. Я с ней вполне согласен. Карандаш говорил так. Кстати, я защищал диплом в ГИТИСе, творческий портрет родного артиста Карандаш Армянцева. Мне приходилось с ним очень много общаться. И, значит, вместо его теории он меня заложил. И он говорил, что если артист в театр, тоже цирка приходит, раздевается, одевает костюм и мертвует, и Борис Майк одевает, вынимает совершенно другой вид и облик, то он не может называться своей фамилией. Он меняет, и он совершенно должен... Другой образ он должен быть. Так как, допустим, играет в театре, человек уже не выходит на свои выборы. Так и здесь. Он говорит, это высший пилотаж. Ну вот я очень долго ломал голову. И Майк родился в 72-м году. ИНТРИГУЮЩАНИЯ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!